Это видео сняли сами жители одного из алматинских домов, потому что некоторый нас рула Шахбанов купил здесь квартиру на первом этаже и решил заняться бизнесом. Забрать всю территорию под свои нужды несколько сотен квадратных метров. Это утро он начал с вырубки деревьев, помешали бдительные соседи. Александр Туровский один из первых выбежал на улицу спасать деревца, за что в попыхах и получил от бизнесмена топором по ноге. Копают, что-то какие-то заборы ставят, это он купил себе однокомнюю квартиру. Теперь это все его земля. С какого перепуга? Как это он себе это все сделал? Вы сами, я не знаю, закон же существует у нас. Когда мы запретили рабочим что-то делать, хозяин сам схватил топор и начал рубить. Вот вам, все равно тут ничего не будет. Посмотрите, я бросилась за ним, я бросилась за ним, защищала как могла деревья, но он, вот все-все срублено. Жители дома уже несколько дней подряд дежурят, как бы не порубили деревья. Елене Морозовой приходится убегать даже с работы. Она удивлена, как и от кого непрошенный сосед получил разрешение на самоуправство. Но оказывается, по законодательству человек не имеет права на строительство, если нет нотариально заверенных подписей жителей дома. Это раз. И во-вторых, для того, чтобы срубить хоть кустик, хоть веточку, должны были быть здесь общественные слушания, на которых должен быть представитель Акимата, жильцы, чтобы решить этот вопрос. Ничего подобного не было. Но он каким-то образом схитрил, потому что он получил эти документы. Это уже третий такой инцидент, говорят жильцы. Их удивляет, как чиновники могли продать земли общедомового пользования. Борис Кусков переживает особенно. Ведь 40 лет назад собственноручно сажал здесь каждый саженец. Снос зеленой зоны и то, что он там обещает, какие-то елочки поставить, это ни в коей мере не даст защиту от этого шума. Мы здесь живем, знаете, как тяжело. Еще один из протестующих – Вадим Щеголев. Вот посмотрите, какая температура в этой комнате при солнце. Единственная защита – это деревья, которые поднимаются, хотя бы немного закрывают. Если здесь не будет деревьев, здесь будет пустыня. Сегодня жители подали заявление в прокуратуру. Надзорный орган пообещал оперативно его рассмотреть за месяц. Что за это время придумает предприимчивый сосед, прокуроры предсказать не берутся.